Что вы, что вы, король? Ну как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй, ну не надо, не надо. Янина Жеймо, советская киноактриса, чей звездный час пришелся на 30-40-е годы 20-го века. Наиболее известными фильмами в ее карьере являются «Картины подруги», «Разбудите Леночку» и «Золушка», в которой Жеймо сыграла главную героиню. Янина родилась в городе Волковыск Гродненской области в 1909 году. На момент появления девочки на свет эта местность относилась к Польше. Росла и она в семье цирковых артистов. Ее отец, Йозеф Болеслав Жеймо, создал семейную труппу, в которую входил он сам, его жена Анна, сын Вацлав и четыре дочери, из которых будущая звезда экрана оказалась самой младшей. На арене цирка Янина выступала с трех лет. Она успела побывать и наездницей, и гимнасткой, и эквилибристкой, и балериной, и музыкальным эксцентриком. В подростковом возрасте Жеймо давала частные уроки танцев, а ее подопечные зачастую были намного старше ее. Когда в 1923 году скончался глава семейства, труппа прекратила существование, и мать с детьми перебралась в Петербург. Там они создали трио Жеймо и начали покорять российскую эстраду. Янина выступала с очень тяжелыми ксилофонами, которые, возможно, стали причиной торможения ее роста, так как до 14 лет девочка развивалась нормально. В Ленинграде Янина Жеймо окончила специальные курсы «Фабрика эксцентрического киноактера» и стала строить карьеру, как актриса кино. Санкт-Петербург – девушка с польскими кровями, полюбила беззаветно и даже во время Великой Отечественной войны не покинула его, прожив в блокадном Ленинграде самые тяжелые годы. Янина Жеймо была небольшого роста, всего около 148 см, и с невинным детским личиком. Поэтому неудивительно, что ее амплуа сложилась раз и навсегда. Она играла исключительно подростков или юных девушек, а в первом кинофильме «Мишки против Юденича» ей и вовсе досталась роль мальчика. Затем были трагикомедии «Шинель», комедия «Братишка», историческая картина «Новый Вавилон», патриотическая драма «Одна». В 30-е годы актрису стали снимать еще больше, а роли предлагали более ответственные. Наиболее известная из того периода комедия «Разбудите Леночку», а также детская картина «Леночка и виноград». В обоих фильмах 26-летняя Жеймо играет 13-летнюю девочку. Популярность Янины взлетела вверх после выхода на экраны оптимистической киноповести «Подруги». Поклонники по пятам ходили за актрисой, присылали ей мешки писем и подарков. В тот же период Жеймо поучаствовала в создании военной драмы «Шоу солдат с фронта» и бытовой киноленты «Моя родина». Во время Великой Отечественной войны актриса снялась в патриотических фильмах «Мы с Урала», «Два бойца», «Юный фриц», а также в музыкальной комедии «Приключения Корзинкиной». Но главной картиной Янины Жеймо оказалась ее предпоследняя работа – веселая экранизация сказки «Золушка», в которой также были задействованы другие звезды тех лет – Фаина Раневская, Эраст Гарин, Алексей Концовский. Интересно, что художественный совет хотел на эту роль взять профессиональную балерину Марию Мазун. Но после первых проб стало ясно, что Янина, даже несмотря на свои 37 лет, выглядит в этом образе гораздо гармоничней. Последним фильмом Жеймо стала детская лента «Два друга», в которой она наконец-то сыграла взрослую женщину. Дальше сниматься актриса отказалась и сосредоточилась на озвучивании мультфильмов. И именно ее голосом разговаривает Герда в знаменитой рисованной сказке «Снежная королева». Также она дублировала иностранные кинофильмы, помогая заговорить по-русски Софи Лорен, Николь Курсель, Джульетти Мазини и другим западным звездам. Из-за маленького роста Янина Жеймо не доставала до стандартного микрофона, и для нее специально сделали скамеечку, которую называли «Жеймовочка». Личная жизнь. Со своим первым супругом, актером Андреем Костричкиным, Янина познакомилась во время съемок картины «Мишки против Юденича». Молодые люди поженились, и очень скоро у них родилась дочь, которую назвали в честь матери. Янина Костричкина не стала актрисой, но имеет непосредственное отношение к кинематографу. Она дублирует иностранные фильмы, причем одна из немногих в советское время была способна на синхронный перевод. Но с отцом своего первенца актриса прожила недолго. Из-за пристрастия мужа к азартным карточным играм Янина-старшая ушла от него. Вторым мужем Жеймо был кинорежиссер Иосиф Хейфиц. У них родился сын Юлий, который стал известным в Польше кинооператором. Второго мужа Янина очень любила. И тем страшнее для нее стало известие, что во время эвакуации он нашел себе другую женщину. Простить Хейфица она не смогла, хотя он и хотел вернуться в семью, и развелась с ним. Тем не менее, этот развод женщина переносила невероятно тяжело. У нее началась такая сильная депрессия, что Янина не узнавала знакомых. Не могла разобрать буквы и сталкивалась с внезапной дезориентацией в пространстве. Вылечил ее один доктор, благодаря нетрадиционному методу. Он дал актрисе флакон с микстурой и приказал пить ежедневно по глотку. Болезнь должна была отступить, когда лекарство закончится. Когда его прогноз подтвердился, врач признался, что Янина пила простую воду. С третьим мужем, режиссером Леонидом Жанно, она прожила до конца своей жизни. После того, как Жейму перестали снимать в кино, она вместе с супругом и сыном эмигрировала в Польшу. Дочь, у которой в Москве уже была своя семья, осталась в Советском Союзе. За последние пару лет жизни Янина Жейму перенесла два инфаркта. Слабое сердце и стало причиной ее смерти. 29 декабря 1987 года она скончалась. Когда актрису обнаружили, было видно, что она тянулась за лекарством, но не смогла достать. По воле погибшей ее тело перевезли в Россию и похоронили на Востряковском кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!